Черкесы всего мира отмечают День репатрианта. Эта особая памятная дата была установлена четверть века назад в память о массовом возвращении на историческую родину первой группы этнических адыгов, проживающих в Косово в связи с началом военных действий на территории государства. Накануне общественное движение АДГХС Черкесский парламент организовало праздничный вечер для репатриантов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Фатима Даурова подробнее. Сегодня более пяти тысяч репатриантов проживают на территории Российской Федерации. 35 из них нашли свой новый дом в Карачаево-Черкесии. На родину предков возвращаются не только те, кто попал в трудные жизненные условия. Все больше соотечественников находят дорогу домой по зову сердца и души. Посильная помощь на уровне правительства республики, черкесских общественных организаций, в частности АДГХСа, Черкесский парламент по защите права и интересов черкесского народа и, конечно же, простых людей, откликнувшихся на нужды соотечественников, способствовало быстрой социализации и адаптации к новым условиям проживания. Убегая от ужасов сирийской войны, Бусейна 7 лет назад впервые вступила на землю предков. Вместе с ней была ее мама. Сейчас она живет в ауле Алибердуковске, успела освоить русский язык на разговорном уровне, нашла работу и полностью погрузилась в новую жизнь. Нормально, все хорошо сейчас. Не скучаете? Нет, мне нет разницы. Здесь тоже наш дом, наша земля здесь. Я здесь, мне очень хорошо, мне все нравится. Люди хорошие здесь тоже. Встреча в офисе Адыга Хаса прошла в очень уютной семейной обстановке. Здесь все уже давно знают друг друга, в курсе всех событий, происходящих в семьях репатриантов. Али Асланов в приветственном слове обратился к соотечественникам и поздравил с такой значимой датой для адыгов всего мира. Участники встречи также поднимали круг вопросов, касающихся их жизни и деятельности, на них давались ответы. Репатрианты делились успехами в работе и учебе. Сегодня в офисе Адыга Хаса собрались, пообщались, обсудили, какие у нас есть проблемы, как они живут. Они на сегодняшний день практически все, кто вернулся, уже имеют российские паспорта, есть жилье, многие вышли замуж, женились, есть дети, учатся в учебных заведениях, кто в садик ходит. Все обустроены. Начавшийся 25 лет назад процесс репатриации вывел на новый уровень связи между адыгскими сообществами разных стран. Именно 1 августа 1998 года первая группа переселенцев пересекла границы России и прибыла в республику Адыгея. По их следам и сегодня черкесы продолжают возвращаться домой. Фатима Дорова, Белла Мамхягова, Расул Бердия, Вести, Карачаева, Черкесия.